Всю неделю в регионе проходили мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню Здоровья. Медицинские учреждения в рамках своих компетенций приглашали всех желающих на обследование. В пятницу двери распахнул и Центр медицинской реабилитации. Всем желающим предлагали оценить свои физические возможности с применением методик, которые используются в Центре спортивной медицины и лечебной физкультуры. Мы их применяем при обследовании физкультурников, спортсменов. И больше они используются при выявлении каких-либо отклонений, каких-либо патологий, либо с целью уже прогнозирования состояния спортсмена, определения его резервов, принесения каких-то рекомендаций в тренировочный процесс. Специалисты Центра проверяют текущее функциональное состояние организма и оценивают физические способности человека. Исходя из этих двух показателей, мы говорим, с какой интенсивностью можно заниматься, какая продолжительность должна быть нагрузочная. То есть это будут конкретные рекомендации по режиму двигательной активности. Дальше уже зависит от пациента, насколько он в состоянии это делать и как долго. Потому что не так просто каждый день заставить себя хотя бы полчаса заниматься физическими нагрузками. Это очень тяжело. Спирография, велоэргометрия, тридмилл-тест – это могли сделать абсолютно бесплатно все желающие. Однако ажиотажа нет на обследовании в основном люди, которые за своим здоровьем следят всю жизнь, без привязки к акциям. Да, занимаюсь спортом. Возраст у меня уже предпенсионный. Решил проверить свои возможности и вообще можно ли заниматься, с какой нагрузкой. Поэтому пришел провериться. Значит, здесь проверяют работу сердечно-сосудистой системы под нагрузкой. Ну, больше вроде как я не знаю, где еще там проверяют. День здоровья ежегодно отмечается 7 апреля. Однако поддерживать его и беречь как самое дорогое и невосполнимое нужно каждый день. А 7 число можно сделать точкой отчета новой здоровой жизни. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.